Кинотавры пройдет в случае со 2 по 10 июня. Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет зимний театр. Ну а на театральной площади практически все готово к церемонии открытия кинофестиваля. Устанавливают узнаваемые желтые сидения, на звездную дорожку осталось лишь постелить красный ковер. Смонтированный огромный экран для проекта «Кино на площади». Вот этот формат открытого кинотеатра – это любимый проект нашими горожанами, потому что люди за 29 лет уже очень привыкли. Здесь после основных просмотров конкурсных открывается открытый кинозал под звездным небом Сочи. И здесь тоже будет много интересных, любимых фильмов и новых, которые ранее здесь не демонстрировались. Поэтому люди тоже с удовольствием ждут и будут принимать в этом участие. Но наряду с традиционными мероприятиями в этом году Кинотавр объявила переменах. Во-первых, фестиваль запускает новый конкурс, параллельно основному. Он будет называться «Кинотавр. Дебют». В связи с этим продолжительность фестиваля будет увеличена на один день. Новинки российской киноиндустрии можно будет смотреть целых 8 дней вместо 7. Ну а жюри основного конкурса «Кинотавра» в этом году возглавит режиссер и продюсер Алексей Попогребский. Фильмом «Открытие» станет новый проект Кирилла Серебренникова «Лето». Закрывать «Кинотавру» будет документальный проект Веры Кричевской и Ксении Собчак «Дело Собчака». В рамках кинофестиваля также пройдет спецпоказ последнего фильма Веры Глаголевой «Не чужие». Еще одна традиция в период проведения «Кинотавра» – это новая схема движения. Напоминаем автовладельцам, что театральная площадь уже перекрыта движением в обход зимнего, а и на этом участке дороги оно одностороннее. Продолжение следует... Продолжение следует...